Всем привет! Сегодня будем делать блины. Блины пышные, вкусные, без молока и без яиц. Берем какую-то емкость. Беру стакан воды, 250 миллилитров. Муку. С мукой тут как пойдет, сколько потребуется муки нам, столько мы и добавим. И начинаю хорошенько, аккуратно, не спеша эту муку вводить в воду. Вот сейчас самое время добавить сюда соль, 2 щепотки, сахар, 2 чайные ложки, несколько капель подсолнечного масла и продолжаем добавлять муку. Мне нужно получить консистенцию, которая позволит блинам не развалиться на сковородке, то есть схватиться при отсутствии яиц. Яйца в блинах нужны для того, чтобы как клей, чтобы они соединили остальные ингредиенты между собой. Если мы сделаем слишком жидкое тесто, блины просто все развалятся, растекутся. Если сделаем слишком густое тесто, они будут слишком толстые, нужно поймать эту золотую серединку. Я думаю, будет достаточно. Вот смотрите, получается, видите какая консистенция? Очень такой жидкой-жидкой сметаны. То есть при помешивании венчиком остаются следы, но они быстро исчезают. Теперь надо хорошо взбить это тесто. Поставил сковородку нагреваться. И перед самым началом, началом процесса жарения грибов, хотел сказать, блинов на сковородке, я добавлю секретный ингредиент. Смажем небольшим количеством масла сковороду. Добавим наш секретный ингредиент. Это сода и лимонная кислота. Очень немного. Буквально 2 грамма на кончике чайной ложки. Высыпаем непосредственно перед готовкой и хорошенечко еще раз все смешиваем. Смотрите, как моментально все наше тесто покрылось пузырьками. И это придаст пышность и, как сейчас говорят, узорность, ажурность блина. Начнем сжарить. Распределяю тесто по сковороде. Регулирую температуру так, чтобы блин успел испечься и снизу, и сверху. Но снизу не подгорел. Как только сверху блин подпечется, я его буду переворачивать в другую сторону. Пока печется наш первый блин, надеюсь, не комом. Приготовлю тарелку для того, чтобы их туда складывал. Первый блин уже почти готов. Первый готов. Сразу промазываем кусочком небольшим сливочного масла. Так, из этого объема у меня получилось примерно два таких блинчика. Как раз самое то, что нужно на завтрак. Вот на одного человека. Да, потом можно спокойно рассчитывать, сколько вам нужно накормить утром людей. Одного, двоих, троих. Взяли стакан воды 250 миллилитров, две щепотки соли, две щепотки сахара, чайной ложки. Да, замесили, два блинчика нужно сделать на двоих. Все это в два раза больше сделали, да, на два умножили. Все удобно, просто, элементарно. Ну вот и все, блин готов. Кусочком масла сверху его промазываем. Замечательно, смотрите, какие они получаются. Да, тоньше сделать блины будет сложнее без яиц. Смотрите, какие они получаются. Красивые, ажурные. Я сделаю два сладких блина со сладкой начинкой. Возьму вот такие вот джемы, протертые с сахаром брусника и зеволенника. На первый блинчик. И на второй блинчик брусничку. А сверху я их еще полью кленовым сиропом. Вуаля, завтрак готов. Прошу столу. Но я бы еще к этому завтраку добавил чашечку вкуснейшего латте макиято. Я возьму такой стакан, добавлю сюда сразу две ложки сахара. Налил спененное молоко. Сварю эспрессо. Добавлю в молоко. Сверху еще посыплю молотой корицей. И вот так вот. Прекрасное начало прекрасного дня. Приятного аппетита. Попробую. Идеально. Блинчики нежные, вкуснейшие. Джем, кленовый сироп. Это брусника. Ну-ка. А земляничкой. Ах, сегодня не удался. Друзья, спасибо за то, что смотрели. С вами был канал Чехфуд Александр Ива. Увидимся в следующих выпусках. Всего вам хорошего. Можно? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok